Друзья, привет! Это канал Евтушенко Live. В конце января состоялась мировая премьера фильма про легендарного шведского футболиста Язлатан. Златан Ибрагимович, форвард сборной Швеции, итальянского Милана. Собственно говоря, легендарный футболист без преувеличения. Уже 40 лет до сих пор играет на высоком уровне. И сегодня российская премьера, где ожидается много звездных гостей. Самый вкусный бэкстейдж попытаюсь для вас снять, показать в этом ролике. Если он вам понравится, не забудьте поставить лайк. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, потому что впереди футбольный сезон. Много интересных матчей, много обзоров и много бэкстейджей. Смотрите в камеру, пожалуйста. До свидания. А вот у спортсменов какой должен быть характер? Ну, это же тяжелый труд добиться успеха в спорте. Характер тоже должен быть. Твердый быть, я думаю, у любого человека. Не важно, спортсмен или не спортсменов. Великих спортсменов, таких как Ибрагимович, конечно, характеризует сильный характер. Последний вопрос. Как на протяжении всего своего пути не сдаваться и быть всегда на пике? Ну, я думаю, что пример Ибрагимовича хорошо отвечает на этот вопрос. Потому что с детства он гнул свою линию, не сворачивал с пути, несмотря на все сложности, несмотря на успешки, какие-то упреки, трудности жизни и личной жизни, семейной. И добился, благодаря своему прямству, того, что он все не имеет. Сергей, а вы играли против Ибрагимовича? Да, играл. Это было за сборную или за клуб? За сборную. А он вам чем-то запомнился? Все-таки защитник были, то есть против него действовали? Посмотрите, матчи интересные были. Когда на поле против него были, может быть, как-то пообщались, мы как-то прибыли. Нет, там не до общения было. У нас были очень принципиальные матчи. Мы, кстати, сейчас в этом году играли друг против друга, если вы помните, и выходили из группы, но как раз победив в Швеции, пришел матч. И, конечно, этот матч запоминаю. У меня на память об этой игре, кстати, футболка его осталась. Вы обменялись футболком с Ибрагимовичем, и при этом ничего не обмолвились в другую сторону, что вы сказали? Ну, я тут сейчас вспомнил об этом, что у меня в колес есть футболка, как раз после этого матча. Вот сюда. Ага. Спасибо. А он играет в Милане. И это уже говорит о многом. То есть без такого характера, каких-то, о чем мы говорили, жизненных задатках просто, это не сработает. Нужно внимать, нужно следить за собой, нужно какой-то стиль жизни для себя выработать, чтобы, как я уже сказал, в 40 лет играть на уровне итальянской лиги, играть в сборной Швеции. Вот, поэтому тут все сошлось, и талант, и вот, наверное, то, как он следит за собой. Это удивительно, это вообще удивительно, человек, ростом 192 сантиметра. Вот такая ловкость в ногах. А вы могли бы его с кем-то из российских футбольных звезды работать? По манере с Дюбой. Только по манере? Ну, не знаю, Дюбе еще предстоит дожить до 40 лет, во-первых, посмотрим, каким будет Дюба тогда. Возможно, следить в МЛС? Как было? Кто знает. Но МЛС это был лишь один этап, потому что был и Милан, и снова Милан, были Интер, и Ювентус, были там 4 чемпионства во Франции, был Манчестер Юнайтед, с которым, правда, не выиграл чемпионат, но выиграл и в Европе, и в Кубах Уэфа. Довольно смело в таком возрасте в Манчестер Юнайтед отправился. Ну да, ну а сейчас в Милане еще более смело. А вы следите за ним сейчас в Милане? Да, конечно, вплоть до вчерашнего дня, когда, к сожалению, его заменили на 29-й минуте, но что делать, может, сказывается, но я верен, что в следующем матче он выйдет на поле, если хотя бы немножко поправиться. Почему вы ждете от этого сегодняшнего фильма? Неожиданно, я думал, что это будет документальный фильм, и совершенно случайно увидел, что это фильм художественный, делает фильм тем более интересным. Я не припомню, чтобы о ком-то я смотрел художественный фильм из спортсменов, который бы не просто был еще жив, а который бы играл на высочайшем уровне. Вот интересно, как с этим справились создатели фильма. Редион, а кто ваш любимый футболист? Футболист, если я одного назову, то у всех остальных это может обидеть. Поэтому футбол вообще хорошая игра, на самом деле, но я больше боюсь. А наши футболисты какого-то знаете, общаетесь вот неформально, так? Лично нет, лично нет. Выпадает какой-то безумный шанс, просто нужно говорим, его встретить. После того, чтобы не преодолевать любовь или чисто любви. Алиса, а кто ваш любимый футболист? Мой любимый футболист, конечно же, я еще не готова, мой любимый футболист Александр Пиджаков. А команда? Сини. Сини. Конечно. Очень больная тема для всех нас, для России, футбол. Когда уже мы наконец... Ведь мы во всем первые, что были в футболе первыми, какими первыми мы являемся в хоккейском. Поэтому мы болеем, переживаем, пьем аллокардин и не только. У вас так? Двигатель помеялся. Вы близняшки? А, боже. Я уже думала, что все. Этот фильм пока не смотрела, но... Есть правило, не он бог, а не он бог. Большая радость. Как вы считаете, сложный характер, он зачастую решает или помогает добиваться успеха? Сложный характер и помогает, и не помогает всем индивидуалам. Я не смотрела фильм, может, и не слышала. Виктор, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от просмотра фильма «Я златый». Ну, я посмотрел на одном дыхании. Я с самого начала думал, что это будет документальный фильм. Удивился тому, что фильм художественный. Потому что вот все те фильмы спортивные, о которых мы сейчас говорим, в превосходной степени, это все-таки фильм о прошлом, о тех людях, которых или вообще нет с нами, или которые давно закончили свою спортивную карьеру. А здесь фильм снимается от человека, который играет, причем играет на высочайшем уровне. И вот я думал, как режиссер выволит в этой ситуации, и как он поступит со всем обилием клубов. Потому что и Милан, и Интер, и Ювентус, а до этого Аякс, за этого Майльно, потом Манчестер, это снова Милан. Он все очень просто. Режиссер сосредоточился на детстве. Все мы вышли из детства, это самое важное. И, в общем, ограничил все переходом в Ювентус. Очень интересно сделано, когда мы перескакиваем с одного клуба на другой, но все это отыгрывается с помощью волос, разной прически и разной формы, поэтому здесь не теряешь ни повествования. И сделано очень здорово, и некоторые моменты очень здоровы гимнографически, когда он играет за большую команду и делает те же финты, что он делал в детстве, и так же забивает. Это очень красиво сделано, и, в общем-то, слез даже, я бы сказал. Показаны прекрасные отношения с родителями, которые бывают совершенно разными, но показано, что люди остаются людьми, несмотря на какие-то временные проблемы и временные трудности. Мне понравился фильм со всех точек зрения. И главный герой, что мальчишка, который его играет. Я, этот, который его играет уже в нормальном, зрелом возрасте, ты начинаешь действительно думать, что это Ибрагимович. И когда потом в конце показывают хронику реального Ибрагимовича, ты даже теряешься, актеры их настоящие. Ты уже так привык к этому парню, который в фильме. Очень хорошо. Я думаю, любой другой футболист, оказавшийся вот в таких условиях, с таким встречным курсом, с таким воспитанием, с такими условиями, с такими препятствиями, какие были. Я думаю, там, либо вспился бы, либо в какие-то другие ушел тяжкие. Но вот именно вот это уникальное сочетание того характера, который, видимо, как-то еще и природным нем тоже был заложен, вот эта его импульсивность, вот этот его стержень, все это при встрече с теми обстоятельствами, которые у него были в жизни, вот породили такую личность, уникальную личность, которая готова была на свершение. То есть, ну, честно признаюсь, я не смотрел, не читал, точнее, ни первую книгу, ни новую книгу, которая только что вышла. Видел только документальный фильм про Златова. И, наверное, даже художественный мне понравился чуть больше. Потому что здесь больше акцент был именно на его взрослении, на его детстве. Именно вот эти, наверное, кадры, вот эти факты дают многое понять о том, как формировалась вот эта личность. Многое становится понятно. Почему он такой? Почему у него такие реакции? Но, повторюсь, мне кажется, любой другой человек окажется на его месте таким бы, как он ни стал. Спасибо.